Новости 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 Новость Новости 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 Сегодня россияне по всей стране гадают на варениках отмечая один из самых необычных праздников Старый Новый Год Этот оксюмарон родился почти сто лет назад в год когда изменилось летоисчисление тогда большинство стран Западной Европы перешли с Юлианского на Григорианский календарь что и породило такой особенный праздник. За его многолетнюю историю у всех народов появились свои традиции. О том, что делали в канун Старого Нового года жители Донского края, нам рассказала научный сотрудник отдела молодежных программ Государственного музея заповедника Шолохова Людмила Володина. Под Старый Новый год мужчины ходили каледовать. Подходили к окну и говорили, можно у вас пропеть овсень. Кто овсень называет, кто-то овсень. Если хозяина разрешал, они или под окном пели, или же заходили в дом, их одаривали. Ну, в основном это какие-то, у кого есть спиртные напитки. А кто читал или пел овсень, посыпал пшеницей в доме и сыпал в основном под образа. Если не разрешал хозяин, то могли и ворота снять, и трубу заткнуть. Все, что угодно могли во дворе натворить. А на дворе тем временем все еще 2016-й. Подобный разгул вряд ли возможен. Зато обычай лепить вареники крепко вошел в жизнь всех дончан. Так на предприятиях в Оксайском районе уже успели погадать на варениках. Праздник устроили прямо на рабочем месте. Инициаторами мероприятий стали участники фольклорных коллективов. С угощениями, баянистом и символом праздника козой они посетили два передовых предприятия района. Судостроительный завод и хлебокомбинат. Сотрудникам нагадали благополучный год в плане обновлений. Как рассказал заведующий отделом культуры района Ярослав Чернышев, такие развлечения помогают коллективу окунуться в работу в новом году с хорошим настроем. Эти предприятия работают с полной отдачей на развитие нашего Оксайского района. И эти предприятия, что немаловажно, также оказывают посильную возможную помощь на развитие сферы культуры нашего Оксайского района. Мы благодарны за это руководителям и решили вот так вот поблагодарить. Стоит отметить, что январские праздники на этом не заканчиваются. Впереди у россиян еще крещенские купания в проруби. И чуть подробнее о крещенских купаниях. Семь купелей для омовения верующих откроют в Ростове. При этом власти обещают обеспечить безопасность в каждом месте, сообщает прислужба городской администрации. Медики, спасатели, полицейские, казаки и дружинники будут дежурить возле каждой купели. Также в определенные часы 18 и 19 января там будут находиться священнослужители. Праздничные службы пройдут в 50 православных храмах Донской столицы. Что касается области, то уже известно место крещенских купаний в шахтах. Им станет пруд поселка 20 лет рабочей крестьянской Красной Армии. Окунаться в остальные водоемы города будет запрещено. Рядом с купелью проложат дорожки и установят палатки для переодевания. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации Радио ФМ на Дону.